А сейчас наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». До наступления Нового года остается совсем немного времени. Наш корреспондент Мария Антонова вышла на улицы города, чтобы спросить у люберчан, готовы ли они к празднику, и самое главное, как собираются его встретить. До Нового года остались считанные дни, а это значит, что предпраздничная суета в самом разгаре. Отмечать этот день в кругу семьи с традиционным салатом оливье, или вообще одному и в теплой стране. Нам стало интересно, как же люберчане планируют провести самую волшебную ночь в году. До восьми мы готовим стол новогодний, после восьми до десяти мы идем гулять, а с десяти до двенадцати еле-еле дожидаемся. Нового года, как только двенадцать пробьет, ложимся спать. Я всегда отмечала с мужем, с мамой, это год, вот новый малыш появился у нас. Собираемся с компанией, идем отдыхаем на елку потом, сначала дома, потом на елку. Ну вот хожу, присматриваюсь, подарки добираю, смотрю, что есть как-то. Внуки любят салат оливье, значит, селедку под шубой, ну и сладости, конечно, мандарины. Сейчас больше, пока рабочий, конец года, очень много дел, нужно все успеть сделать. Деревню буду отмечать, снег буду чистить, если он будет, этот снег. Надеюсь, что будет, так что это наше все время, мы так проводим. Дети приедут, внуки, так что надеемся, что весело встретим Новый год. Говорят, Новый год – семейный праздник, и наш опрос тому подтверждение. Теперь мы знаем, что следующий 2018 год у люберчан пройдет отлично, потому что проведут они его в кругу самых родных и близких людей. А что может быть лучше? Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, Александр Богданов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.